Вы смотрите Актуальное интервью в студии Алины Волчейской. Здравствуйте! И сегодня гость нашей студии депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте! Темой нашей сегодняшней беседы будут, конечно же, актуальные на сегодня темы, которые обсуждают везде и общественники, и просто жители нашей страны. Это внесение поправок в основной закон нашей с вами страны. А вот с какой позиции лидер вашей партии, Владимир Жириновский, какие комментарии он уже успел дать по этому вопросу, и какие основные направления затронул? Ну, в Государственную Думу уже был внесен президентом проект закона, который состоит из двух частей. Первая часть – это непосредственно поправка в Конституцию. В принципе, она сформулирована в рамках того, о чем он говорил в своем послании к Федеральному собранию еще 15 января. И вторая часть – после того, когда этот закон будет принят, необходимо провести впервые такую процедуру, как общероссийское голосование для того, чтобы была понятна позиция граждан относительно предлагаемых изменений. В Государственной Думе в первом чтении проект закона уже был рассмотрен, и все парламентские партии, и Единой России, и ЛДПР, и КПРФ, и Справедливая Россия, все единогласно поддержали. Кроме этого, сейчас процедура подготовки законопроекта ко второму чтению, и мы, как партия и фракция ЛДПР, соответствующие поправки в Конституцию передали и в профильный комитет, который отвечает за прохождение данного законопроекта, и в созданную президентом рабочую группу. Президент своим указом создал рабочую группу, куда я вхожу как председатель комитета по труду социальной политики, депутат фракции ЛДПР. Группа достаточно разношерстная, так бы я сказал, очень пестрая. Там представители совершенно разных социальных групп, и творческая интеллигенция, и научная общественность, и юристы-цивилисты, и юристы-специалисты по конституционному праву, и организации, которые защищают права инвалидов, организации, которые защищают права детей, волонтеры. То есть очень разношерстная, очень пестрая такая группа, и это хорошо, я считаю, потому как на заседании есть возможность послушать, обсудить и посмотреть под разным углом зрения на все предлагаемые изменения. Кстати, в 1993 году, когда Конституция готовилась, позже она в декабре была принята на всенародном голосовании, тогда, благодаря активной позиции такой организации, как «Женщины России», появились нормы в Конституции, связанные с материнством и детством. Сейчас представители творческой интеллигенции, военно-патриотические организации предлагают скорректировать преамбулу Конституции, учитывая то, что у нас 75 лет победы в этом году, ради сохранения исторической памяти, и для того, чтобы подчеркнуть, что мы народ победитель, соответствующие нормы также в Конституцию ставить. Работа идет, работа идет непрерывная, и сейчас, в связи с тем, что региональная неделя в Государственной Думе, депутаты, которые непосредственно участие принимают в подготовке поправок, в работе над итоговым документом, задача провести, встречаясь с избирателями, встречаясь с некоммерческими организациями, с представителями институтов гражданского общества, провести некий срез. Я вчера был в Смоленске, провели большое мероприятие, где, во-первых, я проинформировал, что происходит. Очень много сейчас домыслов, вольных каких-то интерпретаций, сплетен, слухов, и специально вброшенной дезинформации для того, чтобы, видимо, это делается, чтобы, может быть, отвлечь внимание, как-то людей дезориентировать и понизить интерес к всей этой обсуждаемой теме. Наша задача, наоборот, разъяснить, ответить на все вопросы. И сегодня в Наринмаре вечером также будет такое мероприятие проведено. Всех приглашаем. Если передача, конечно, выйдет, то она, видимо, не выйдет. Поэтому сегодня также в Наринмаре такое мероприятие будет проведено. Приглашены также представители некоммерческих организаций, общественная палата, депутаты разных уровней, представители политических партий. Задача одна – проинформировать, что происходит. А ведь сегодня до конца общество не понимает, что это за всенародное голосование. Я вот должен разъяснить, я здесь пользуюсь случаем, хочу обратить внимание, что у нас в Конституции, в 136-м статье прописано, что у нас поправки в Конституцию в первую главу, во вторую главу и в девятую главы вносятся только, поправки могут быть внесены только путем проведения референдума. Поправки с третьей по восьмую главы вносятся в порядке, в котором рассматриваются федеральные конституционные законы. Президент, как субъект правозаконодательной инициативы, соответственно, воспользовавшись нормой Конституции, и предложил эти поправки, которые касаются только третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой и восьмой глав Конституции. Далее Государственная Дума рассмотрит в трех чтениях. Параллельно, как я уже сказал, идет работа над текстом, созданной президентом рабочей группы. Далее эта рабочая группа встретится с президентом. И свои предложения, в том числе предложения, которые сегодня прозвучат на встрече в Наринмаре, мною будут доведены до руководства рабочей группы, и они войдут в итоговый документ. Далее президент, как субъект правозаконодательной инициативы, ко второму чтению предложит свои поправки. Депутаты свои поправки. И текст во втором чтении будет Государственной Думой рассмотрен, и, я убежден, принят уже в феврале месяце. Далее процедура рассмотрения в третьем чтении. Третье чтение – это уже технико-юридическая шлифовка и итоговое рассмотрение в Госдуме. Далее законопроект, одобренный в Государственной Думе, переходит в Совет Федерации. Совет Федерации абсолютным большинством голосов также должен будет проголосовать за предложенный проект федерального конституционного закона. И после того, когда будет это все рассмотрено, в Совете Федерации ЗАГС собрания субъектов Российской Федерации абсолютным большинством также должны поддержать. В том числе и депутаты Ненинского округа будут участвовать в принятии итогового решения. После того, когда проголосуют парламенты субъектов Российской Федерации, только после этого президент будет подписывать этот итоговый документ. Я вам сказал, что он состоит из двух статей. Первая статья – это непосредственная поправка в Конституцию, а вторая статья – это проведение всенародного голосования. То есть президент, подписывая, определяет правовые основы для проведения этого общероссийского голосования. Но сами поправки в Конституцию вступят в силу только после того, когда будет проведено итоговое голосование общероссийского формата, где каждый гражданин Российской Федерации сможет высказать свою позицию относительно предлагаемых изменений. Запустили слух относительно того, что Государственная Дума также распустится, самораспустится, досрочно уйдет в отставку. Вы знаете, правых оснований я не вижу. У нас в Конституции четко прописано, когда Государственная Дума может уйти в отставку. Связано это с дачей согласия для назначения представителя правительства президенту. Иных оснований такого порядка, как самороспуск Государственной Думы, нигде не зафиксирован. Поэтому мне непонятно, зачем эти слухи активно нагнетаются, зачем вбрасывают эту информацию. Но пока правых основ, и это говорю не только я, это говорят юристы, специалисты по конституционному праву, подчеркивают, что правых оснований для досрочного распуска Государственной Думы нет. Хотя мы в ЛДПР готовы к любым событиям. У нас всегда мобилизованно работает партия, региональное отделение. Мы не впадаем в межуборную спячку. И мы готовы в любой момент приступить к участию в полноценной избирательной кампании, потому как у нас постоянная, планомерная работа с нашими гражданами идет. В связи с избирательной кампанией она лишь усилится. А если уже говорить непосредственно о самих поправках, знаю, что Владимир Вольфович предложил такую интересную теорию, раз и навсегда прописать в Конституции то, что недра принадлежат жителям нашей страны. Вот как можете прокомментировать. Ну, это наша принципиальная позиция. От фракции ЛДПР, поданной в рабочую группу и в комитет, подано порядка 12 или 13 уже своих предложений. Лидер ЛДПР предложил и зафиксировать, убрать запрет на идеологию. Сегодня у нас в соответствии с Конституцией нет никакой идеологии. Вот давайте этот запрет уберем. Это его принципиальная позиция. Что касается недр, то, ну, это правильно. Это наша земля, принадлежит это всем гражданам. И когда, используя юридические формулировки, которые сегодня прописаны в Конституции и федеральных законах, недрами начинают заниматься коммерческие структуры, это вызывает вопросы, и это порождает ту самую социальную разобщенность и расслояние, когда у нас единицы сверхбогатые, и 20 миллионов живут за чертой бедности. Вот чтобы этого не было, а по Конституции мы социальное государство, вот в нашем социальном государстве, должно быть зафиксирована вот эта самая позиция. То же самое касается и государственного устройства. Вопрос социальных гарантий. Президент предложил зафиксировать раз и навсегда в Конституции две крайне важные социальные нормы. Одна социальная норма звучит так, чтобы минимальный размер оплаты труда не был ниже величины прожиточного минимума. В принципе, эта норма, она давно находится в Трудовом кодексе, больше 17 лет. Но давайте посмотрим, а сколько она реально действует? Около двух лет всего. Почему? Потому что до этого каждый год правительство устанавливало путем внесения проекта закона в Государственную Думу такой минимальный размер оплаты труда, а исходя из его размеров формировало проект рассматриваемого федерального бюджета на плановый период, что эта норма просто не выполнялась. Объяснялось это различными экономическими причинами, социальными причинами и так далее. Вторая норма – это ежегодная обязательная индексация пенсии, социальных пособий, социальных выплат. Вспомните 2016 год. Да, у нас по нашему законодательству, пенсионному, социальному, у нас индексация обязательно должна проводиться. Но ведь у нас были периоды исторические, когда, ссылаясь на экономику, правительство предлагало индексацию не проводить. Те же пенсии, например, не индексировались, вообще не индексировались. Индексировались ниже уровня инфляции. Да, потом нашли формулу, выплатили всем по 5000 рублей, помните, это было в 2016 году решение, это было принято, вроде как компенсация. Но опять же, это же не полноценная компенсация. И в связи с этим президент сказал, что когда это будет конституционная норма, во-первых, также им предложена поправка перед подписанием принятых законов направлять их в Конституционный суд для проверки на конституционность, и у президента будет основание не подписывать, если такие предложения вдруг будут приняты Госдумой, Советом Федерации, поддержаны. Президент обращается в Конституционный суд, Конституционный суд подчеркивает неконституционность, У президента основания не подписывать закон. Раз. Второе. У любого гражданина, кто пользуется мерами социальной поддержки или получает пенсию, в том случае, если, соответственно, эта норма действовать не будет, есть право обратиться в Конституционный суд, потому что это нарушение Конституции. Далее. Президент, сославшись на возможность принятия этих норм, сказал, у меня будет основание из правительства спросить и принять решение, в том числе и кадрового характера, если вдруг даже такие предложения будут звучать. Поэтому я считаю, что вот эта социальная часть тех поправок, которые предложены президентом, они носят крайне важный характер, потому что касается практически каждого гражданина. У нас огромное количество мер социальной поддержки в зависимости от категории граждан, возрастные, территориальные и так далее. Поэтому вопрос социальной поддержки, вообще социальная сфера, она самая чувствительная, самая такая щепетильная, самая, ну, наверное, требующая больше всего финансов и поддержки со стороны федерального, региональных и местных бюджетов. Поэтому полагаю, что вот исходя из социальной составляющей, граждане именно поэтому активно проявляют интерес к предлагаемым изменениям и в том числе активно направляют свои предложения. Да, предложения звучат самые разные, предложения звучат, которые вообще не вписываются в рамки Конституции, выходят за рамки Конституции, даже выходят за рамки федерального закона. Ну, хорошо, что проявляется активная гражданская позиция. Я предложил скорректировать некоторые нормы для того, чтобы у нас периодичность была зафиксирована, что не реже одного раза в год, потому что раз в пять лет, раз в десять лет, это тоже определенный период. Нет, мы должны говорить про ежегодную индексацию. Что такое индексация? Индексация – это возможность сохранять покупательную способность гражданину, который получает соответствующую меру социальной поддержки в связи с инфляцией. Поэтому не ниже уровня фактической инфляции и ежегодной индексации. Еще одна интересная инициатива – это поменять название нашего, получается, лидера государства, президента нашей страны на верховный правитель. Ну, здесь, я бы сказал, такая терминологическая, идеологическая правка. Наша партия и лидеры ЛДПР очень часто критически выступают за то, что мы слишком много слов заимствуем у других государств, из других языков. И тем самым размывается наше культурно-историческое наследие, забываются наши слова. И он предложил поменять название должности – не президент, а верховный правитель. Почему? Ну, это будет уникальное название для главы нашего государства. Вот в чем идеология, какая идеология заложена в этой поправке и, в принципе, ее смысл. Мы говорим в данном случае не про функционал, а говорим про сохранение культурно-исторического наследия и защиту нашего языка от иностранных слов. Я понимаю, что данная поправка, она, конечно, касается первой и второй главы, но и без референдума, наверное, этого сделать было бы нельзя. Но это принципиальная позиция, с которой лидер ЛДПР выступает уже много лет, поэтому в качестве общего набора поправок предложение было сформулировано, которое содержит и в том числе поправку о переименовании должности. Есть ли уже хотя бы примерная дата, когда будет вот это всенародное голосование? То есть где-то в ШМИ проходил? Нет, вы знаете, ее не определили, эту дату действительно. И вот как раз встреча с гражданами, она и позволяет сейчас понять, а какой месяц выгодно, удобно. Вчера, встречаясь с гражданами, мы провели такое голосование в рамках нашей встречи, кому какое время было бы удобнее. Мы посмотрели, май неудобен, потому что люди выезжают уже на дачи копать картошку, июнь это уже период отпусков, июль то же самое. Большинство высказал за апрель. Моя принципиальная позиция, что голосование должно быть а. удобное, б. безопасное, и самое главное, что оно должно позволить гражданам очень оперативно проголосовать, без каких-то лишних трудностей, и комфортно. Я предложил сделать дату голосования будним днем. Например, среда. Для того, чтобы человек мог с работы уйти и проголосовать. Но одновременно встает вопрос. Человек прописан, имеет постоянную регистрацию в одном месте, работает в другом месте. Надо создать правовые основания и условия, чтобы он проголосовал на любом избирательном участке. И здесь далеко ходить не надо. Пожалуйста, возьмите опыт других стран. Например, на выборах президента приходит гражданин, голосует, ему вклеивается марка или вклеивается голограмма. Здесь можно было пойти тоже таким же путем. Когда мы обсуждали с Памфиловой, главой избирательной комиссии, центральной, эти предложения я озвучил. И в целом возможность проведения в будний день, она, ну, лично как представитель комиссии, пока никакого решения не принято, она поддержала. Одновременно она все-таки сторонник таких классических методов голосования и считает, что сегодня и так можно путем иметь доступ к госуслугам или прийти в МФЦ и воспользоваться своим правом проголосовать на любом участке, выбрав его. Но вот молодежь присутствующая говорила, ну, давайте мы дадим возможность голосовать через сайт госуслуг, и тогда ходить никуда не надо. Достаточно зайти через телефон на соответствующий сервис, на соответствующий сайт и проголосовать. Звучали предложения, давайте сделаем не один день голосования, а несколько дней голосования. С одной стороны, да, но с другой стороны, тяжело, все-таки это работа избирательной комиссии, непрерывная работа, несколько дней, здесь они так осторожно отнеслись к этому предложению. Прозвучало предложение сделать этот день выходным днем, но любой дополнительный выходной – это нагрузка на экономику, нагрузка на бизнес. Если на государственном уровне это решение можно было бы принять, то как это реагирует бизнес, потому как любой выходной день – это всегда, ну, серьезные финансовые потери. В общем, дискуссия идет, лично мое ощущение, что это может пройти в апреле месяце, но никакой точной даты нет, и никакого окончательного решения по форме проведения тоже нет. Я все-таки надеюсь, что это было бы удобно сделать в будний день, и это стало бы определенным импульсом для реформирования нашего избирательного законодательства. Вы, наверное, знаете, мы постоянно критикуем норму закона о проведении единого дня голосования во второе воскресенье сентября. В Ненинском округе еще не все возвращаются из отпусков. Летом работать вообще невозможно. Мы кандидатов не можем в Ненинском округе найти, потому как отпускной период, а кандидатам необходимо самому пойти, зарегистрироваться, вести избирательную кампанию. Поэтому много ограничений, и учитывая специфику отдельных регионов, мы должны понимать, что корректировка, она уже давно назрела. Поэтому мы предложили перенести выборы на весну, и давайте это сделаем будний день, чтобы не отрывать человека в его выходной день. Да, это и подстегнет граждан, потому что мы правим основной закон страны, по которому дальше страна будет развиваться. И там же принципиальные вещи, кроме социальной составляющей, принципиальные вещи, связанные с определенной балансировкой системы управления государством, новые полномочия у Совета Федерации, связанные с досрочным прекращением полномочий судей. Но опять же, в связи с чем? Если совершены соответствующие поступки, которые позволяют это сделать, то есть не любого судью захотели и лишили, плюс все эти нормы будут отдельно прописаны в федеральном конституционном законе, появляется новый орган, госсовет. Да, у нас есть госсовет, у нас орган такой существует, функционирует, периодически собирается, определяются соответствующие темы, и в нем принимают участие в том числе и губератор Цибульский, и лидеры всех парламентских партий. Но если этот орган будет прописан как государственная структура в Конституции, это будет совершенно другой статус. Но при этом принципиальная позиция президента, и на прямой вопрос, а не будет ли он подменять под собой уже существующий орган, он сказал, у нас есть Совет Федерации, Палата регионов. Но это условное название Палаты регионов, почему? Потому что по два представителя от регионов юридически нигде не зафиксировано, что Совет Федерации, Палата регионов. У нас есть Совет Федерации, у него есть свои полномочия, свои функции. Ни в коем случае, Госсовет, он не должен на себя перетягивать, создавать какую-то правовую неопределенность, какую-то конкуренцию, норм. То есть это задача уже Федерального Конституционного Закона для того, чтобы все четко расписать, прописать, определить и функционал, и структуру, и форму функционирования. Посмотрите, как усиливается роль Государственной Думы в вопросах формирования правительства. Теперь каждого федерального министра Государственная Дума будет утверждать. Поверьте, это серьезный рычаг для того, чтобы при обсуждении вообще понять, что это за человек. Вот сегодняшнее вновь сформированное правительство, появились некоторые лица, которые подверглись уже жесткой критике в тех же сетях интернет. Но ведь если бы все это шло в формате обсуждений и утверждений Государственной Думы, уже бы депутаты и Государственная Дума в целом несла бы ответственность за такое кадровое решение. Мы в ЛДПР считаем, что кроме того, что Госдума будет иметь возможность утверждать, необходимо дать и такой инструмент, как досрочно прекращать полномочия в случае недоверия, например. В случае, если не справляется с обязанностями. Если совершены какие-либо поступки, которые несовместимы со статусом того же министра. Вопрос, связанный с двойным гражданством. У нас по закону и сегодня депутаты, сенаторы, министры, госслужащие и другая категория людей, которые находятся на государственной службе, получают зарплату из государственной казны, не имеют права иметь двойное гражданство, вид на жительство. Ну, ведь ни для кого не секрет, что этот закон, эти законы, точнее, они нарушаются. Эта информация периодически попадает в сеть, в СМИ, вскрывается, находит. Да, люди нарушают гражданство. Когда эта норма появится в Конституции, то требования будут гораздо более серьезные. А самое основное, что это такой очередной шаг, направленный на инвентаризацию и морально-нравственную перезагрузку. Для того, чтобы те люди, которые сегодня нарушают закон, они сейчас задумались и определились для себя, каким путем они идут. Либо они отказываются от всего того, что у них есть, я имею в виду, не позволяющие им совмещать должность, замещать должность, на которой они находятся. Либо, соответственно, они просто уходят. Ведь в послании президента, во-первых, и ранее неоднократно звучало, и в последнем особенно явно прозвучало, что от того, как будут наши граждане жить, какое отношение к ним будет со стороны власти, со стороны чиновников, так и будет дальше развиваться государство. И вот этот вот формат государственного служения, идеология государственного служения очень четко определена была в послании Федеральному собранию, где президент сказал, что находясь на должности, вы должны соответствовать определенным морально-нравственным требованиям, да, определенные ограничения соблюдать. Но это и есть культура служения, служение государству, служение гражданам, служение обществу, служение избирателям. Поэтому такая перезагрузка определенная должна произойти. То, что касается участия государственных органов власти, формирования региональных органов власти, я имею в виду, назначение прокуроров регионов теперь будет проходить через процедуру обсуждения Совета Федерации. Совет Федерации, опять же, будет нести определенную ответственность при принятии этих решений. У президента возникает право проверять на конституционность принимаемые решения парламентом страны или даже местным парламентом. Это тоже хорошо, это определенная защита и гарантия от принятия решений, которые нарушают Конституцию, которые нарушают федеральное законодательство. Ведь мы же живем в постоянном формате совершенствования действующего законодательства, когда региональное законодательство должно не противоречить федеральному. Ведь скрываются, в том числе и при обращении в Конституционный суд, скрывают пробелы, и после чего, соответственно, процесс совершенствования и внесения изменений происходит. Поэтому я думаю, что такая историческая страница новая у нас в государстве, которую перелистнуть нужно нам только всем вместе, всем гражданам и обозначить свою позицию. Происходит настройка. Конституция – живой документ. Фундаментальные принципы основы не затрагиваются. В первой главе, в второй главе все, что прописано – это устройство, это гарантии соблюдения прав. Эти статьи не трогаются. Перенастраиваются другие статьи, перераспределяются полномочия. Конституция, как живой документ, сейчас находится в стадии корректировки, потому что в обществе созрел запрос на изменения. Но любого спроси, наверное, абсолютная большинство скажет, что мы хотим перемен, что то, что происходит, граждан не устраивает. И президент, он, вы видите, и в послании очертил новые контуры, после этого произошли кадровые решения, я имею в виду замена генерального прокурора, и смена правительства, и в основном какой блок? Социальный блок правительства, который больше всего критиковался, хотя я, как представитель социального комитета, работая именно социальным блоком, всегда наблюдал, каков конфликт интересов между социальным блоком правительства и финансово-экономическим. Финансово-экономический блок правительства – это жадный бухгалтер, где дебет с кредитом должен сводиться, денег как можно меньше тратить и как можно больше держать на черный день. Социальный блок, другие приоритеты, но без денег никакие вопросы не решить, потому что любой социальный вопрос, даже самый простой, он требует в любом случае финансирования. В противном случае это будут пустые обязательства, которые в свое время, в 90-х годах, напринимали и в Государственной Думе, и в регионах. Напринимали, а денег на реализацию нет. Пустые обязательства, когда они просто не работают. Поэтому полагаю, что вот эти вот обновления, это не последний. Мы сейчас будем наблюдать, как будет перезагружаться уровень региональной власти, не исключая несколько отставок, досрочных губернаторов. Посмотрим. Дальше президент в этом ключе, я думаю, будет действовать, отвечая опять же на запрос граждан. Слишком много критики, серьезная социальная напряженность, недовольство. Президент, как гарант Конституции, уровень коррупции запредельный. Президент, как гарант Конституции, должен реагировать. Я еще раз призываю всех телезрителей, всех активных граждан, сейчас, тем более, есть такая возможность, как электронная почта, воспользовавшись вот этим вот историческим моментом, проявить себя и направить свои предложения, и включиться в этот общий процесс. Мы находимся на переломном историческом моменте, где судьба дальнейшего развития и вектора развития страны зависит, в принципе, от каждого из нас. Чем более активные граждане, чем более принципиальная позиция, пусть даже критика звучит, и справедливая критика звучит. Предложения самые разные звучат. Например, вчера один из студентов предложил новую форму голосования, он говорит, любой банк при использовании банковской карточки идентифицирует клиента. Почему эту систему не задействуют для проведения выборов? Он прав, наверное, но здесь надо понимать, что для этого должен быть тогда определен только один банк, потому что если у человека несколько карточек разных банков, он тогда сможет воспользоваться несколько раз. Будет соответствующее тогда негативное отношение, а самое главное, возможность поставить под сомнение легитимность принятого решения. Вот этого допустить нельзя. То есть голосование должно пройти удобно, комфортно, а для этого, я уже говорил, будний день, либо будний день сделать выходным на любом избирательном участке, и нет никакой необходимости ходить досрочно, определять, на каком участке ты будешь голосовать. Это все должно быть в автоматическом режиме, и сегодня система, она это позволяет. Я хотел бы только напомнить, что с 1 января, возвращаясь к вопросу цифровизации, я хотел бы напомнить, что с 1 января электронные трудовые книжки появились для всех работающих граждан. При этом у наших граждан, у всех, кто трудится, есть право либо отказаться от трудовой книжки в бумажном виде, либо не отказываться и продолжать использовать бумажный вид параллельно с электронным видом. И мы находимся на очередном этапе исторического развития в вопросах цифровизации, что со временем будет позволять решать нам вопросы быстрее, удобнее, динамичнее. И полагаю, что вот этот день голосования общероссийского, он станет определенным импульсом для обкатки новых технологий, потому как многие существующие сегодня в избирательном праве ограничения, какие-то требования, их можно в данном случае не учитывать, а обкатать новые технологии, новые возможности для того, чтобы шагнуть еще раз вперед в вопросах совершенствования уже избирательного законодательства для повышения явки, для создания комфортных условий. А это все приводит к легитимизации власти и к тому, чтобы гражданин чувствовал свою сопричастность, когда принимают те или иные решения, должностными лицами, за которые голосуют. Вспомните, вот 5 лет назад выборы губернатора Архангельской области, я тогда ими занимался, пришло 20% только избирателей. При этом за губернатора проголосовало чуть более 50%. То есть реально губернатор избран 10% избирателей. Но сегодня мы видим, какая социальная напряженность в Архангельской области. Это в том числе потому, что люди не пришли голосовать. Вот надо проявлять активную гражданскую позицию и всегда пользоваться и реализовывать свое право, в том числе участие в выборах и голосовании на выборах. Ярослав Евгеньевич, благодарю вас за очень интересную и содержательную беседу. Я напомню, гостем студии телеканала «Север» был депутат Государственной Думы Ярослав Нилов. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин